Ну что, два неоднозначных тайма. Первый тайм на контроле мяча играли и создавали голевой момент. В общем-то, и у Сасяна был, не знаю, 200-процентный момент, как умудрился не попасть. Это вообще вопрос большой. По второму тайму вопрос. У нас задача была сегодня, так, более-менее, та обойма, которая была, да, и повеснее результат. Принесла, да, бронзу. Решили расширить перед уходом, потому что две игры очень сложных. И поэтому решили проанализировать, кто готов, кто не готов, на каком уровне готов. Ну вот во втором тайме все, и картина вся проявилась. Поэтому свои выводы сделаем по второму тайму. Ну, естественно, так нельзя играть. Команда десятером нас загнала под шлафной, выпустили четырех среди свежих игроков по атаке, и мы никак не можем выбраться. Конечно, разбираться там кто-то молодой, кто-то по другим причинам. Четырех выпускаешь под атаку, команда в меньшинстве, ничего создать не можем, это большой вопрос. Тем более, первый вопрос это ко мне. Пошел сознательно на этот шаг, посмотреть. Посмотрели, сделаем вывод. А так, в общем-то, та обойма, которая играла, кому-то дали отдохнуть, кто-то по карточке пропускал, готовимся. В общем-то, главным мигом сезона, переходом к сутфой. То, что хозяева молодцы, не сдавались, шли до конца вперед. В общем-то, знаю, тоже у вас непростая ситуация, но тем не менее, ребята отдавались полностью за своих болельщиков, для города, в общем-то. Уважение вызывает. А нашим ребятам спасибо за сезон, за результат. У нас тоже неоднозначный сезон прошел. Разные проблемы были, финансовые, в общем-то, кадровые проблемы были, очень серьезные зимой. Но тем не менее, мы как-то так вот смогли выйти из этой ситуации непростой. Готовимся к Уфе. Пожалуйста, вопрос. Василий Иванович, в прошлом году вы приезжали в Воронеж, тоже весной, и команда ваша боролась за выживание. Сегодня вы приезжаете как бронзовый призер, и команда продолжает борьбу за РПЛ. Не ждете ли, или, может быть, уже поступают предложения из команд премьеры, оценивая ваши результаты? Да нет, я не дружу ни с агентами, ни с директорами спортивными, поэтому работаю и работаю. Я же работаю от игры к игре. Я в начале сезона сказал, что Тонс родной город, Тонс меня воспитал как игрока, воспитал как тренера. Поэтому пока серьезная ситуация в Тонске сохраняется, у нас, как вы знаете, долги сохраняются. При стабильном финансировании, при правильном менеджменте, тем не менее, мы в долгах. Поэтому пока не выберемся из этой ямы, и, в общем-то, я никогда не собираюсь двигаться. Ну, конечно, если не уволят за другие результаты. Спасибо вам. Руководство Куба дает какие-то гарантии, если команда пройдет УФО и выйдет, например, ЛИК, в плане тех же финансов, в плане того, что усиление будет. Я перед отъездом разговаривал с губернатором. В общем-то, ключевой вопрос был, куда смотреть. Или вверх, или оставаться. Он говорит, нет, играйте. Играйте, боритесь за выход, будем помогать. Поэтому здесь никто не тормозит. Я специально добился встречи с губернатором, он нас поддержал. Но если мы не выйдем там по спортивному принципу, в принципе, ничего страшного не будет. Команда, в костях команда, собираемся сохранять. Поэтому ведем переговоры, там тоже все непросто по финансам. Но, тем не менее, большинство ребят хотят остаться. Продолжать дальше сотрудничество с нашим клубом. Еще вопрос. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну, сперва итоги сезона, они для нас, как для футбольного клуба «Факел», неутешительны. Мы заняли не то место, которое хотели. Не то место, которое хотели. При всем при этом, мы сейчас в раздевалке сказали ребятам, если бы с таким отношением, с таким рвением, с такими глазами мы двигались по всему турниру, то, я думаю, проблем с набором очков у нас не было. Я считаю, что за последние полтора месяца мы стали в определенном плане сильнее. Сильнее как команда, сильнее как коллектив. Надеюсь, индивидуально каждый что-то из футболистов вынес за эти полтора месяца. Ну, и я у ребят увидел большое разочарование тем, что мы оказались на том месте, на котором оказались. По игре, скажу так, мы пытаемся ребятам привить такой футбол, в котором превалирует игра, а не фолы и не грубость какая-то. Ну, и в свете этого, конечно, очень тяжело четыре игры подряд играть в меньшинстве. Причем все удаления, те, которые у нас были, они, скажем так, не тянут на удаление. Ну, что же делать, мы должны быть сильнее и должны были бороться и с этим. Слушаю вас. В чем причина, вот если первая часть нашего разговора вернулся, в чем причина, вот того, что за полторы месяца все-таки нужный результат добыть не получилось? Есть какая-то одна, две или это целый комплекс? Ну, футбол такая вещь, что это все равно всегда комплекс причин. Об одной из причин я сказал, потому что считаю, что, ну, даже эти четыре удаления, которые были в последних четырех матчах, они очень такие неприятные для нас и спорные, как мне кажется. Ну, и в целом, мы должны были быть сильнее, надо каждый должен посмотреть на себя, я тоже ребятам сказал. Для вас хороший урок, для нас хороший урок, каждый должен посмотреть и сказать, а все ли я сделал. Я думаю, если бы мы каждый себя еще толику чего-то вытащили, то результат был бы домой. Что будет дальше в ближайших днях и неделях определяться? То есть, ваша судьба, контракт заканчивается, с игроками подпиться, не подпиться, это все как скоро будет проясняться? Это будет зависеть от того, останется ли факел или нет? Да, вот так, не по спортивным принципам, я имею в виду. Ну, самое главное из того, что я чувствую, что факел здесь будет. Здесь в любом случае будет хорошая команда. Хорошая команда, которая по мере поступления информации будет играть, надеюсь, в турнире ФНРЛ. Случится так, что надо будет играть в турнире ПФЛ, но она как можно быстрее будет подниматься выше. Вы готовы, условно говоря, вместе с командой опуститься, если вот так придется со второй лизы начинать? Иногда такое перерождение, оно полезно, оно вообще полезно и коллективу, и клубу. При всем при этом, я думаю, я надеюсь и думаю, что команда все-таки будет участвовать в турнире ФНРЛ. Я верю, что в следующем году такого места не будет, будет место выше, и можно будет говорить о чем-то другом. Пожалуйста, еще вопрос. Вопрос один по игре. Сегодня Алиников, я понимаю, крайний полузащитник, очень много брал игру на себя. Понимаем, полузащитник прошел и подал, сделал передачу. Сегодня он и поворотом бил, и атаковал, и так далее. Наверное, в ущерб атаке. Это была его задача сегодня брать на себя как лидера? Или все-таки это его инициатива отдельно была в сегодняшний матч? Зная качество наших футболистов, мы пытаемся в нашем построении игровом использовать их лучшие качества. Если мы знаем, что тут же Алиников может обыграть или хорошо открыться за спину, мы пытаемся это использовать. Если мы знаем, что у нас Бирюков неплохо играет на опережение и может головой сыграть, говорим о том, что надо много прострелов. Мы исходим из того набора футболистов, которые есть, и пытаемся их лучшие качества применить в нашей игре и задействовать, а худшие спрятать и нивелировать. И по итогам силового, что-то можете сказать воронежским болельщикам? Ну, я могу сказать воронежским болельщикам, что Воронеж, факел, конечно, визитная карточка Воронежа. Его надо всегда поддерживать, надо переживать за команду искренне. Но я думаю, настоящие болельщики так и делают. У меня есть вопрос. Извините, пожалуйста, я не следил за вашей карьерой несколько лет назад, но вообще здесь в Воронеже последние несколько лет, каждое лето у нас примерно два автобуса футболистов летом уезжают, и примерно два автобуса футболистов опять летом приезжают. Не опасаетесь ли вы, что мы снова окажемся в той ситуации, когда примерно до августа-сентября у нас команда выходит на какие-то рубежи по взаимосвязи, она не налаживает взаимосвязи, разумеется, никакого результата нет, потом опять межсезонье, потом весна и конец осени на плохих полях, и снова опять, и снова мы опять останемся на том же самом уровне, когда мы примерно в апреле и в мае говорим о том, что вот-вот у нас уже наконец-то, смотрите, взаимопонимание и самоотдача, и результат опять не будет. Как вы на этот счет думаете, если, насколько я знаю, контракты действительно не предложены футболистам, насколько я знаю, у них на руках находятся трудовые книжки, мы не знаем, может быть, они через два-три часа уже покинут расположение клуба, и, возможно, в Воронеже вообще никогда больше не будут, будут всегда рассказывать о том, так сказать, как им нравится Воронеж и все остальное. Что вы на этот счет думаете, и как вы смотрите на эту ситуацию? Ну, я в течение этого месяца, на неделе две-три, наверное, назад подготовил комплекс мер, которые необходимо сделать клубу для именно исправления этой ситуации. В этом комплексе мер, конечно, стоят вопросы по комплектованию, потому что, да, неправильно каждый год обновляться на 50, на 70, на 80 процентов, а в команде должна быть преемственность. Это проблема есть. Есть проблема такая, что, ну, желательно уходить от однолетних контрактов, потому что человек год играет и уезжает. Вполне возможно, что клуб должен и зарабатывать на футболистах. Если кто-то себя хорошо проявил, он может уйти в другую команду. Клуб должен, ну, планово вести хозяйство, планово вести хозяйство, и, в принципе, это мой комплекс мер, эта записка на руководство есть, и если к ней прислушиваться, оно будет очень хорошо. Большое спасибо. Пожалуйста. Еще вопрос, потому что, наверное, как-то пауза, наша встреча будет. Все-таки вы остаетесь, предположим, да, и ваше отношение к игрокам в аренде, то есть, на мой взгляд, субъективный, они нам в этом году, можно сказать, не помогают. В дальнейшем, если все сложится, как вы говорите, паузы остаются, вы главный тренер, а с арендованными игроками какая будет ситуация? Тут не надо, как бы, клишей вешать. Неважно, в аренде человек или у него длительность контракта один год, потому что это одно и то же, одно и то же по большому счету. Важна ментальность игрока, который у вас находится внутри команды, и полным-полно случаев, когда люди, находясь в аренде, приносят очень много пользы. Поэтому для меня здесь кого-то табу нет. Это нормальная мировая практика. Если мы не можем дотянуться в плане цены выкупить футболиста, то взять его в аренду намного проще. Да, наверное, для больших клубов это спорный вопрос, но для клубов, которые, так сказать, у них есть приземленные цели, но это выход из многих ситуаций. Вы согласитесь, арендованный футболист, как или я, нет, но должен быть на голову, может быть, нет, но на полголовы выше. Знаете, я настолько спокойно к этому отношусь. Я не делю на арендованных или не арендованных, или иностранец. Для меня они все соратники, с которыми я работаю. Единственное, по статусу я главный тренер, и я пытаюсь от них чего-то добиться. Честно говоря, я даже не знаю, кто арендован, потому что считаю, что это не важный вопрос, важна душа, состояние человека. Если у вас, вот и у тренерского штаба, на карандаше, ну, понятно, что ближайшее будущее пока не ясно, но тем не менее, на карандаше какие-то новые люди, которые могут усилить какие-то позиции, конкуренцию составить. То есть, следствие идет независимо от ближайших? Конечно, работа ведется, и на данном этапе мы провели переговоры уже с футболистами, которые внутри клуба были. И, конечно, есть достаточно широкий список тех людей, тех игроков, которых мы бы хотели видеть. Но надо стоять ногами на земле, надо понимать, что есть какие-то финансовые условия. Мы бы с удовольствием взяли людей, ну, мастеровитых, с именем. Но мы стоим на земле, мы знаем, какие деньги может платить клуб. И, исходя из этого, я думаю, и будет идти комплектование на следующий сезон. — Насколько примерно процентов, если все останется, так как есть, если команда не опустится, насколько ориентировочно хотя бы обновиться состав? — Мне очень тяжело сказать, потому что есть футболисты, к которым мы обратились, и мы сказали, что клуб заинтересован. Но эти же футболисты, пока, так как контракт закончился сегодня, там у них завтра, когда на днях заканчивается, они имеют право выбора, и пока они, кто-то может, хочет премьер-лигу, кто-то может сменить обстановку. Да, есть футболисты из этого состава, конечно, которых мы хотим видеть, их достаточно много, их достаточно много. Другое дело, устроить ли клуб их, наши предложения, и вообще, может быть, у них будет повышение какое-то в классе. Мы только за, если они уйдут в хорошую команду, и с добротой будут вспоминать о Факине. А программа пресс-сезонных сборов по оправке на неясные будущие команды расписывается как-то? У нас есть, у нас составлен план подготовительного периода на два варианта. Первый вариант – участие команды ФНРЛ, и второй вариант – участие команды в Туниви ПФЛ. То есть новички в любом случае появятся, да? Ну, ясно, что мы, да, команда – это живой организм, и обновление, оно всегда нужно, и оно всегда будет, но оно будет еще и в связи с тем, что не всех мы сможем удержать, как я думаю. А вот в какие сроки, Серега, может быть, ты тоже это скажешь? Вот это все должно проясниться, вот то, о чем мы сейчас говорим. Три дня, пять дней, семь дней, вот как это все? Что вы имеете в виду? Где команда участвует? В будущее, ближайшее, да. Где команда участвует? Ну, я вам объясню, что 30-го числа заканчивается процедура апелляции на лицензирование, ну и 30-го числа уже можно будет понять, если кто-то не прошел лицензирование, то будут ли предложены места командам, которые заняли там 16-е, 17-е, 18-е места. Все понятно. Сочнее, уже на мажорной ноте, предположим, все, вы остаетесь, команды остаются, задачи, игроки, у нас получается с подачи людей, которые при деньгах в столицах, мы играем осенью, поздней, ранней весной, а летом мы не играем. Как вы лично отнесетесь к идее проведения вот именно в летнюю паузу какого-нибудь там Кубка Черноземья, условно говоря, на нормальных полях, нормальную погоду, то есть здесь у нас и Белгород, и Липецк, много команд, которые можно собрать и какой-то для болельщиков и футбол посмотреть и подготовить. Ну, я скажу прежде всего, что мое мнение, система, по которой мы играем осень-весна, она для всех лиг, для младших лиг, для ФНЛ и для ПФЛ, она губительна. А именно переход на эту систему привел к тому, что мы потеряли много команд, и она не способствует развитию российского футбола, это мое мнение, это мое мнение. А по поводу проведения здесь турнира, ну, вопрос открытый, интересный, если можно будет сыграть с Липецком, с Белгородом, с Курском, с кем угодно, но это можно рассматривать, нормальная идея. И со стороны болельщиков, потому что вот сегодня 25 мая, все замерзли, а вот прийти в июне на футбол хороший, да хороший в газоне посмотреть, я думаю, люди придут и вам в работе, в подготовке при нормальном посещании будет интересно. Спасибо большое. Спасибо всем.